В эти дни не только Санкт-Петербург отмечает свой большой исторический юбилей 320 лет с момента основания. Среди именинников и первая публичная библиотека в нашей стране, основанная по указу императрицы Екатерины II в 1795 году. Российская национальная библиотека отмечает свой 228 день рождения. В ее уникальных фондах хранятся книжные памятники, посвященные истории с зарождения, строительства и развития Санкт-Петербурга. Давайте взглянем на них подробнее. В первую очередь нужно понимать, что век 18-й это век символический, век аллегорий. Собственно, Санкт-Петербург, который Петр задумал довольно-таки заранее, перед тем, как его основать, был задуман им именно как символ. Символ для, как писал Александр Ильич Пушкин, обменного соседа для Швеции, у которых только что была отвоевана эта территория. Все мы знаем эту замечательную легенду, что Петр проходился по острову, только что отвоеванному у шведов, и на одном из удобных мест решил основать город. Все мы эту историю знаем, но не знаем, откуда она происходит. Она происходит, собственно, от самого Петра. У нас есть книга, берущая свое происхождение именно из личной библиотеки императора Петра I. Об этом говорит вот эта титульная собственническая надпись. Мая 14-го, лето 1703-го года, император прогуливался по взморью и, зайя на Семьину острова, обнаружил удобное место, где через два дня заложил крепость. Я знаю то, что у вас в коллекции есть тоже такой любопытный с экономической, социально-политической, может быть, точки зрения документ, где за целый год, 1722-й, собраны абсолютно все счета, накладные, выписки, указы и так далее, которые существовали по поводу строительства Петербурга. Так оно и есть. Действительно собраны все вексели, доношения, указы, приказы, счета, выписки, канцелярская, счетная книга, по большому счету, промемория. В канцелярию городовых дел. Всего сентября 24-го дня получил я строительство мыс, письма и стольку от резидента господина Бестужева, в котором писано по указу его императорского величества повелено ему садовника в службу его величества нанять. Я знаю то, что у вас в коллекции существует, ну, такая любопытная, не знаю, как правильно сказать, акварель, либо же изображение вот той части площади Островского, которая еще тогда не существовала, как мы ее знаем сегодня. Вот это вот большое крупное здание на изображении, это Анечков дворец, а посередине когда-то пустырь, судя по нынешнему, по вот этому изображению, а сейчас это, да, это известная площадь Островского с памятниками Кассирины Великой. На вот этом изображении неизвестного, правда, художника мы можем видеть, как выглядел Михайловский замок в начале 19 века и металлический мост через канал, который тоже уже не сохранился. Вот такие были конструкции. Мост действительно существовал или это какой-то проект, который был, не реализовали? Да, в описаниях города он уже упоминается. Но вот он, да, действительно не сохранился, его разобрали. Всем нам сейчас известен Благовещенский мост через Неву. Первая постоянная переправа. Да, первая постоянная переправа. На этом изображении присутствует его прототип. Тогда мосты через крупные отрезки рек, а тем более через Неву, были наплавными. Сейчас, собственно, этот мост, когда существовал тогда, находился на вот таких вот, чуть заметных с этого края рисунка, баржах. И на них, собственно, и строился сам помост, по которому люди передвигались не только пешие, но и конно, в каретах. Мы оказались вот здесь, в Святая Святых, в хранилище около загадочного черного шкафчика. Что это такое? Это специальное хранилище, которое было сделано для генерал-майора Николая Ивановича Цилова в Атласе. И отразилось это будущее развития Санкт-Петербурга. Здесь представлены все части Санкт-Петербурга с их картами, планами и историческим описанием. Также Николай Иванович Цилов составил специальное отдельное историческое приложение к своему Атласу, где мы можем наблюдать... Планы 13 частей Санкт-Петербурга. Да. Это общее название этого Атласа. Здесь мы можем наблюдать карты и планы, как Петербург развивался. То есть это прям совсем начало? Это совсем начало. Это 1700 год, когда эти земли еще принадлежали Швеции. Но болот-то я не особо тут вижу. Да, да. Я вам больше скажу, что в разрез устоявшемуся мнению эти земли не были такими уж и пустынными. В частности, здесь указаны названия тех финских и шведских поселений, которые здесь находились. Ну да, это же была все-таки территория самая такая дальняя, шведского королевства Ингерманландия. Поэтому была провинция Ингерманландия. Она была все-таки заселена так или иначе. А уже вот на этой странице мы можем видеть, как город выглядел в свои первые пару лет существования. 1705 год. Уже заложена крепость и уже начато строительство на городском острове. Ну, сейчас Петроградском острове. Петроградском острове.